Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. В общем-то, наш первый вопрос к вам уже прозвучал. Как вы считаете, насколько четкий и важный сигнал получила Россия от ЕСПЧ? Юридический аспект этого решения лучше юристам комментировать, но я отмечу главное. В политическом смысле, то, что относится к моей профессиональной сфере, зафиксирована дата начала войны. Это 2014 год. Май 2014 года. И вот это важно. Поскольку то дело, я напомню, не все знают эти нюансы, оно ведь начиналось еще во время войны на Донбассе. Длилось несколько лет, пока приняли к рассмотрению. То есть бюрократические процедуры судебные. Вот сейчас первое решение по поводу даты начала войны. Война началась еще тогда. Это очень важно. То есть сам факт этой войны и факт оккупации России этих территорий уже признан. Мы же все говорили, действительно, это так и выглядело, как гибридная война. Россия же отрицала. Вот эта фраза, ставшая мемом, их там нет, нас там нет, как они говорили про себя. А реально вот Европейский суд по правам человека признал, была там Россия. Россия оккупировала эти территории. Вот это самое главное значение этого решения. А если сейчас вот перейти к другим решениям, которые приняты, ну, немного раньше Европейским парламентом и на днях Европейской парламентской ассамблеи Совета Европы, они уже говорят о том, что надо создавать специальный трибунал для осуждения военных преступлений политического руководства России. Дискуссия о том, как, в какой форме, что это за трибунал, в каком формате, на какой основе он будет действовать. Вот дискуссия эта еще идет в Европе, но это уже дискуссия о конкретике, вот что важно. Не просто о том, нужен, не нужен такой трибунал, а где и как он должен работать, на каких правовых основаниях. И там нюансы, вот тоже важный момент, нюансы, которые обсуждаются. Когда уже можно будет осудить Путина? То есть уже нет сомнений. Путина надо привлекать к ответственности за военные преступления. Когда? Либо суд, который будет их осуждать после того, как они потеряют свои должности. Путин, Лукашенко, Лавров и так далее. И прочие там Шойгу и компании. Либо уже в момент их пребывания при должности. И тогда это сделает их изгойми, токсичными, ни о каких договоренностях с ними речь не может идти. Вот тут еще идут дискуссии. Но факт необходимости их осуждения уже не вызывает сомнений. Но еще один важный момент отмечу. Это тоже связано с решениями Европейского суда по правам человека. Основанием для привлечения к ответственности российских и белорусских руководителей является сам факт агрессии против Украины, вторжение в Украину, захват украинской территории. Военным преступлением признается сам факт военной агрессии против нашей страны. Это как грубейшее нарушение международного права. В этом плане, я считаю, произошел за последние месяцы огромный сдвиг именно в постановке вопроса не просто политической, а о юридической ответственности и России как страны, и российского политического руководства. Владимир, скажите, а кто должен играть ключевую роль в этом процессе? Какая страна, как вы думаете? Вот важно, что не какая-то страна, а международное сообщество. Здесь не должна быть одна страна. Но обсуждаются, например, нюансы. Вот сейчас как раз эти дни идет дискуссия, и европейские политики это активно обсуждают. У нас это как бы меньше пока дискуссионный вопрос. Для нас нет сомнения. Надо осудить Путина. А как? Это уже вопрос техники и юридических процедур. А там обсуждают. Ну, один из вариантов, который, кстати, считается не самым лучшим, это трибунал на основе украинской юрисдикции. Но тогда нельзя будет привлечь Путина к ответственности, пока он при должности. Вариант, который вызывает у европейских политиков больше интереса, это сценарий, когда надо будет создавать специальный трибунал. Это будет международный трибунал, не одна страна, не юрисдикция одной страны. Международный трибунал. Возможно, по типу трибунала, который действовал по делу MH17. Но он не должен быть связан, например, с юрисдикцией ООН. Потому что тоже популярная идея – криминальный суд ООН. Он специально создавался, в том числе для расследования военных преступлений. По Югославии этим занимались. Но тут есть одна заковыка, к сожалению. Пока Россия остается не просто членом ООН, а еще членом Совета безопасности. А речь идет о международном суде ООНовской юрисдикции. Здесь Россия может заблокировать сам процесс создания такого трибунала. Я уж не говорю о том, чтобы привлечь к ответственности Путина и всю эту гоп-компанию преступную. Поэтому идея спецтрибунала, международного спецтрибунала, вызывает все больше интереса. Я думаю, что, скорее всего, будет идти развитие событий в этом направлении. И еще раз подчеркну, не одна страна. Обратите внимание на то, что я сказал. Почему очень важно принятие вот этих резолюций? Европарламент поддержал создание такого трибунала. Теперь Парламентская ассамблея Совета Европы. Это не только Евросоюз. Это целый ряд других стран. В основном европейских. Но там есть и Азербайджан, и Турция, и некоторые другие страны. То есть это уже институты международного сообщества. И здесь вот широкая международная основа. Сначала политическое решение, на основе этого политического решения. И, кстати, думаю, что вот вердикты Европейского суда по правам человека тоже могут быть использованы для этого. Уже будет сделан следующий шаг. Создание самого трибунала. Оптимисты в Европе говорят, что это может даже летом произойти. А дальше уже начинаются следственные действия. Они уже идут по юрисдикции отдельных стран. Самых разных. Тут и французы, и немцы работают, и наши друзья из Польши, и стран Балтии, и скандинавских стран. Самые разные страны. Кстати, Международный криминальный суд тоже оказывает содействие расследованию преступлений в Буче, в Гастомеле и так далее. И вот процесс уже запущен. Как говорил все время классик, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Ну вот в контексте всей этой темы о Международном трибунале. Поэтому международное сообщество будет играть главную решающую роль. В основном, конечно же, те страны, которые поддерживают Украину, а это десятки стран. Владимир, но стоит отметить, что и Украина не сидит сложа руки в ожидании международного трибунала. Вот последний пример. Недавно СБУ возбудило дело против руководительницы Центробанка Российской Федерации Эльвиры Набиулиной. Вот хороший, правда ведь, четкий сигнал о том, всем этим представителям российской элиты, о том, что за поддержку кровавого режима Путина им светит суд в Гааге. В этой связи абсолютно согласен. Я отмечу тоже важную деталь. Сам процесс осуждения военных преступников, условно говоря, это ведь как пирамида огромная. Наверху Путин, Лукашенко, все эти военные и политические руководители, которые несут ответственность за войну, за начало войны, за прямую агрессию против Украины, вторжение в Украину. А дальше уже идут конкретные персоны, которых тоже нужно судить. Это будет многоуровневая система. Я думаю, целый ряд судов будет работать. И вы правильно обратили внимание на то, что наши правоохранительные органы инициируют уголовные дела против российских руководителей. Украине ведь никто не запрещает. Это наше суверенное право. И мы имеем, тем более за все, что произошло у нас и что сделали российские агрессоры в Украине, мы имеем полное право начинать уголовные дела против российских военных преступников и хотя бы даже в начале в режиме заочного правосудия выносить приговоры. Поэтому я думаю, что уже надо продумывать и в Украине. Это вопрос, в конце концов, и политический тоже, и даже имиджевый. В какой форме это будет? Я думаю, тоже надо будет создавать наш украинский трибунал, который будет рассматривать и дела конкретных военных преступников. Таких уже хватает. И первые, кстати, приговоры уже есть. Пока единичные. Ну, потому что из-за войны пока до этого, может быть, руки не доходят у правоохранительных органов. Но это, я думаю, надо делать. И надо, может быть, и расширять, скажем так, организационный потенциал некоторых правоохранительных органов, которые будут заниматься именно правосудием по отношению к российским военным преступникам. Поэтому международный специальный трибунал, особенно по Путину, это само собой. А мы можем также не только расследовать эти дела, но и вносить приговоры конкретно военным преступникам. И отдельно отмечу, это будет касаться не только людей, которые убивали украинцев, которые насиловали, мародерствовали, грабили в Украине. Не только те, кто нажимал на кнопки пуска ракет, но и российские пропагандисты. Вот по ним уже они под санкциями, целый ряд этих людей. Я думаю, что особо рьяных, я думаю, что надо привлекать к ответственности. И Украина это самостоятельно может сделать. Однозначно. Спасибо вам огромное. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи.